Это блюдо отлично подойдет тем, кто держит пост, просто гречка, просто картофель, это так привычно и банально, да и надоедает, не так ли? Соединим гречку с картофелем и ароматными специями, вкусно! Те, кто соблюдает длительный пост, знают, как надоедают обычные постные блюда, я предлагаю внести в постное меню отличное блюдо из обычных продуктов, которые готовятся очень легко и очень просто, заинтересовались? Рассказываю, как приготовить гречку с картофелем и специями, блюдо получается очень вкусным и ароматным, добавляйте свои любимые специи, экспериментируйте! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Очистим лук, чеснок и картофель, гречку промоем и подсушим, отмеряем необходимые специи, вы можете добавить свои любимые приправы. Нарезаем лук и картофель небольшими кубиками, измельчаем чеснок. Разогреваем сковороду с растительным маслом, на большом огне обжариваем картофель до корочки, перекладываем картофель в кастрюльку. На оставшемся на сковороде растительном масле обжарим до легкого золотистого цвета лук, добавим к нему гречневую крупу, обжариваем до легкого потрескивания гречки, подписавшимся, больше вкусностей. Теперь добавим специи и чеснок, обжариваем буквально минуту-полторы. Перекладываем гречку со специями к картошке, перемешаем и добавим соль. Наливаем чуть больше стакана кипятка и варим на среднем огне. Забыла добавить сушеный перец, можно добавить его перед тем, как добавить и воду, а можно и чуть позже. Варим гречку без крышки до тех пор, пока уровень воды не уйдет ниже крупы, затем уменьшаем огонь до минимума и варим каши до готовности под крышкой. И вот вкусная и ароматная гречка с картофелем готовы, очень вкусно. Вкусняшки, подписавшимся. Вот что нам понадобится. Картофель 1 штука, гречка 0,5 стакана, лук репчатый 1 штука, чеснок 1-2 зубчиков, барбарис 1 чайная ложка, паприка молотая 0,5 чайных ложки, зира 0,5 чайных ложки, перец черный молотый 1-2 щепоток, перец болгарский 1 чайная ложка, сушеный, соль 0,5 чайных ложки, растительное масло 1,5 столовые ложки, количество порций 2-3. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До встречи на канале.